С сентября текущего года школы перешли на подушевое финансирование. Также теперь директора школ назначаются только после прохождения четырехэтапного конкурса. О результатах работы в сфере образования в текущем году в прямом эфире рассказала руководитель городского отдела образования Наталья Фисенко. Стоит отметить, что прямые эфиры проводятся в рамках проекта антикоррупционного агентства «Антикорлайф». По словам руководителя отдела образования Наталья Фисенко, в нашем городе есть около 6800 педагогов. В последнее время наблюдается отток молодых специалистов в данную отрасль. В этом году в системе образования начали свою трудовую деятельность 81 человек. Педагоги нашего города повышают квалификацию и участвуют в различных конкурсах. Стоит отметить, что в настоящее время руководители организации образования назначаются только после прохождения четырехэтапного конкурса. В текущем году организовано три конкурса на замещение вакантных должностей директоров школ. В результате были назначены новые руководители школы номер 21 «Талицы» и «Турксиба». С сентября текущего года школы перешли на подушевое финансирование, что открывает возможность принятия школами самостоятельных решений развития учреждений образования. В этой связи возрастает роль попечительских советов для участия в управлении, а также контроля за расходованием денежных средств. Для осуществления контроля с ноября внедряется система учета финансов «Облачная бухгалтерия», которая позволит сократить количество нарушений при бухгалтерском учете, решить вопросы неправильного начисления заработной платы, обеспечить мониторинг финансового состояния образовательных учреждений. Немаловажную роль в развитии образовательных учреждений играет совершенствование финансирования и материально-технической базы. В этом году в эту сферу выделены 23 миллиарда тенге. Это на 5,5 миллиардов тенге больше, чем в прошлом году, говорит руководитель ответственного отдела. Возрастают расходы на проведение ремонтов организации. Так, в этом году в рамках дорожной карты занятости выделено более 711 миллионов, а всего на ремонты более 1 миллиарда. Если сравнивать с 2019 годом, то в 2019 году было только 604 миллиона. На эти средства проведено 7 капитальных ремонтов. На выделенные средства восстановлены крыши школ, система отопления, электросети и спортивные залы. Также реализовано 17 проектов по текущему ремонту. Как отметила Наталья Фисенко, в семье создан городской совет воспитанников дошкольных учреждений и мониторинговые группы. Таким образом родители могут контролировать деятельность детского сада, организацию питания и воспитательную работу. На протяжении двух лет в дошкольных учреждениях оказывается социальная помощь 867 детям, то есть они посещают детские сады бесплатно. Среди них есть дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями, получающие адресную социальную помощь, а также дети, воспитывающиеся в многодетных семьях. В дошкольном образовании продолжился рост количества детских садов. Теперь в городе 60. Увеличение частных детских садов привело к сокращению сети мини-центров при школах на 47% и закрыто 21 мини-центр. Охват детей от 3 до 6 лет детскими садами составляет 100%. Сегодня родители сами выбирают дошкольные учреждения. На этом фоне возрастает конкурентная борьба между детскими садами. Каждый стремится улучшить деятельность, чтобы привлечь детей. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции с четвертой четверти занятия проходят дистанционно. В этом учебном году учащиеся пятых и одиннадцатых классов продолжают обучаться в таком формате в 55 школах города. Традиционно проводятся занятия в малокомплектных образовательных учреждениях с численностью учащихся до 180 человек. Также на основании обращения родителей для учащихся первых и четвертых классов открыто 917 дежурных групп. Всего компьютерной техникой охвачено около 4600 детей.